Видишь, все прикреплены замком. Первый зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин проверяет готовность велопарковки у Матищинского рынка. Место, где без опасений можно было бы оставить свой велосипед, жители округа просили уже давно. Кто-то приезжает сюда на рынок на двухколесном транспорте, кому-то необходимо съездить по делам в Москву или удаленный населенный пункт. Но велосипед везти с собой не хочется. Теперь просьбы горожан, ведущих активный образ жизни, удовлетворены. Это очень благое дело, потому что у нас много велосипедистов в городе, но со своей стороны мы посмотрим, чтобы велодорожками были все Матищи опутаны, чтобы можно было из лесопарка проехать, можно было и с другой стороны водохранилища проехать, или на другую сторону водохранилища нам, жителям города. О том, как идет торговля, Никита Чаплин узнал у пенсионеров, которым на рынке предоставляют бесплатные места. Таких точек здесь несколько. Например, здесь торгуют цветами. А эти бесплатные места для пенсионеров, которые продают овощи и фрукты со своих приусадебных участков. Выслушал Никита Чаплин и просьбы. Главное, все хотят лавку, чтобы можно было удобно сидеть. Другие пенсионеры попросили разобраться с бытовыми условиями в Пирогово. В Пирогово бы приехали, посмотрели, как мы там живем. Я в Пирогово был, мы школу открывали. Я понимаю. А мы живем в Клязьминском переулке. У нас ни дороги нет, ни мостика нет, ничего нет. Нам ничего не делают. У нас стоит только один колодец, с которого приезжают, все воду качают. В целом, пенсионеров все устраивает. Говорят, в этом году большой урожай яблок. К вечеру, что не раскупают, приходится отдавать бесплатно, чтобы не нести товар домой. Проблемы пенсионеров на Мытищинском рынке Никита Чаплин взял на карандаш. Главное, чтобы пожилым людям было здесь комфортно. Ярослав Ярославцев, Денис Корнев, информационная программа «День».